Лидер партии КПРФ в Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал продление ареста его сыну Андрею. 18 ноября решение о сохранении меры пресечения принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. Председатель фракции КПРФ в Загонодательном собрании Иркутской области Андрей Левченко может остаться под стражей до 20 февраля 2021 года, если суды и высшие инстанции, куда обязательно обратится его защита, не примут решение обратное Басманному. Андрея привозили в суд, он пообщался воочию с депутатами, в прошлый раз он по видеоконференции был, сейчас пообщался с теми, кто приходил его поддержать, выступал. Суду, кроме ходатайства от депутатов Законодательного собрания Иркутской области, которые ходатайствовали в изменении меры пресечения и гарантировали, что он никуда не убежит. Присоединились и 9 депутатов Московской городской думы и 2 депутата Государственной думы. Такой уровень гарантии, наверное, если и был когда-то, то, так сказать, буквально не единицы. Но, тем не менее, решение такое принято судом, естественно, оно будет обжаловано и в апелляции, и, если надо, то в касации. За это время не было никакого, никаких допросов, точно так же, как не было допросов и директора этого Звезды Хамблека. Просто выпустили. Ну, я в заключение могу сказать, что то, что выпустили директора Звезды, это подтверждает, что у них ничего нет на то, чтобы он, значит, его привлекать к ответственности. Этим делом признали, что существа дела-то нет. Первое, что выпустили. А второе, то, что за год его один раз допросили только в июле месяце, и больше ничего, как говорится. А то, что Андрея оставили под арестом, вот, значит, несмотря на то, что, так сказать, вот, по сути дела признали, что ничего нет. Вот, это просто явно, ярко показывает, что это политическое дело. Напомним, басманный суд Москвы 29 сентября отправил Андрея Левченко в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при замене лифтов компанией «Звезда». Хотя Андрей не является ни учредителем, ни сотрудником этой компании. А директору ООО «Звезда» Олегу Хамблеку басманный суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий сроком до 18 февраля 2021 года. Продолжение следует...